Владимир Белянцев не скрывает слез. Для него открытие памятной доски его другу, сподвижнику, дань уважения и предмет гордости. С 1965 года он был заместителем Виктора Павловича Сорокина, который бессменно руководил кафедрой до 1991 года. Построить современный спортивный корпус было мечтой его жизни. На это ушло 15 лет. Сегодня я чувствую, что кафедра сделала все, чтобы память о Викторе Павловиче жила. Это была его мечта. Вот этот корпус, спортивный лагерь, база полностью для развития студентов, это была его мечта. Он ее выполнил. В эти дни кафедра физ. воспитания и спорта отмечает 50-летний юбилей. Сегодня в спорткорпусе тренируются сотни студентов. Среди них есть мастера спорта международного класса, победители всероссийских и международных первенств. Владимирская плавчиха Екатерина Андреева в этом году стала победительницей российского чемпионата по плаванию. Была она и в списке претендентов на Олимпиаду в Лондоне, но не попала. Мечта? Конечно, мне кажется, у любого спортсмена есть она. И добраться до золота на Олимпийских играх. Как ты думаешь, реально? Все возможно. Нет такого, что нереально. В этом году спортсмены университета блистали и в других видах спорта. Тяжелоатлет Егор Иванов буквально несколько дней назад стал призером первенства Европы среди юниоров. Выпускник кафедры Алексей Ловчев выиграл чемпионат Европы среди мужчин. Абуицит Мансыгов победил на международном турнире по греко-римской борьбе. У меня есть цель в жизни. Я тоже хочу стать олимпийским чемпионом. Я думаю, что я добью свою цель. В рамках празднования дня рождения кафедры в Суздале проходит международная научно-практическая конференция, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы физической культуры и спорта. Владимирским преподавателям есть чему научить своих коллег. На кафедре разрабатывают эффективные методики, благодаря которым спортсмены могут показать высокие результаты. Спорт меняется. И, допустим, достижения 60-70-х годов, которые, допустим, во многих видах спорта плавания, легкоатлетики, тяжелоатлетики поднимали мужчины, и сейчас уже поднимают или бегут, или плывут женщины. Поэтому за счет чего? За счет методики. В новом году планку опускать не намерены. Главное, говорят спортсмены, чтобы в профессионалах была заинтересована местная власть. Ирина Начерова, Константин Миронов, 6 канал. Субтитры создавал DimaTorzok